Погоди, стой, стой, ты что делаешь? Он на летней резине Да ну, нафиг, ты что? Ну, посмотри Извини, я тупанул что-то Привычка Слушай, так а нахрена мы его тогда снимаем вообще? В смысле, нахрена? Так это же новинка от Minimoters Да ну Серьезно, посмотри Блин, прости, 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 не признал Всем привет, с вами Роман, эксперт по электротранспорту И сегодня я расскажу вам о новинке от компании Minimoters Электросамокате Speedway 5 Предоставленном на обзор магазином Гироскутершоп.ру Под конец 2018 года Компания Minimoters выпустила на рынок Пятую модель серийного электросамоката Speedway И для начала, пару слов о дизайне Здесь действительно есть на что посмотреть В целом, самокат выглядит очень бодро Эдакий двухколесный гоночный болид Дека и рулевая стойка получили угловатые скосы Которые придают самокату спортивный стиль И его прекрасно дополняет Агрессивная форма переднего крыла Но самое крутое нововведение то, что Speedway получил полный привод Габариты самоката в сложенном состоянии 127 сантиметров в длину 42 сантиметров в высоту И 25 сантиметров в ширину В разложенном длина 123 сантиметра Высота 114 сантиметров Ширина руля 61 сантиметр Электросамокат выполнен из авиационного алюминия Собственный вес 30 килограмм А максимальная нагрузка 100 Складной механизм претерпел серьезные изменения И теперь выглядит вот так Фиксируется штырем в сложенном и разложенном положении Руль практически без изменений Выдвижной, как и на Speedway 4 Ручки складные, но добавлены адекватные стяжки для устранения люфта И очень мягкие и удобные грипсы Подвеску поставили маятниковую с газовыми амортизаторами И это очень круто, учитывая, что газовым амортом не страшно понижение температуры Клиренс 12 сантиметров Накачиваемые бескамерные колеса диаметром 10 дюймов Стоковый протектор явно ориентирован на шоссе Но при желании можно установить и внедорожные покрышки с тракторным протектором Два мотор-колеса по 800 Вт, то есть 1600 Вт в номинале и 3600 в пике В режиме Dual позволяют разгоняться до 65 км в час Переключение между режимами происходит при нажатии красной кнопки с левой стороны руля Также появился эконом-режим, задействовать который можно желтой кнопкой по соседству Количество скоростей не изменилось Тормозная система теперь дисковая механика, аналогичная той, что ставит на Dualtron Ultra В Speedway 5 установлен 60-ти вольтовый аккумулятор на 23 Ач Запас хода, заявленный производителем, составляет 120 км Но физика и математика не согласны с таким заявлением По моим расчетам, реальный запас хода составит от 40 до 90 км В зависимости от режима поездки В комплекте идет 2-амперное зарядное устройство И зарядка происходит за 12 часов Однако Mini Motors установили здесь два гнезда Так что при помощи дополнительного зарядного устройства Время зарядки можно сократить вдвое А теперь о светяшечках Они здесь просто отменные Speedway 5 в стоковой комплектации Уже имеет полноценную фару и поворотники А боковые сток-сигналы теперь имеют динамическое освещение Но венцом всей светотехники является проекция логотипа Speedway 5 С обеих сторон деки В дополнение к вышеперечисленным ништякам У Speedway 5 наконец-то есть штатный гудок Также Speedway 5 получил модернизированный бортовой компьютер Который помимо крутого внешнего вида Отличается отдельно вынесенной кнопкой переключения скорости Но, к сожалению, несмотря на все крутые нововведения В электросамокате Speedway 5 есть существенные минусы Первый – это пластиковые накладки на деке За которые будет цепляться нога каждый раз Слежая по этому шедевральному скосу Второй – это подвеска Газовые амортизаторы не имеют регулировки А базовая подвеска очень жесткая Так что лезть с ней на бездорожье не очень хорошая идея Третий – это неудобное расположение клавиш эко-режима И переключение привода Они расположены вплотную к опирающей кнопке сигнала Поэтому, каждый раз, пытаясь нажать их во время движения Вы будете оповещать об этом всех окружающих Четвертый – это настройка бортового компьютера С помощью всего одной клавиши Без возможности вернуться назад Пятый – это высоко поднятое переднее крыло Благодаря которому во время движения Вы будете ловить все, что вылетает из-под переднего колеса И шестой – это отсутствие упора под заднюю ногу Ну серьезно, 65 км в часке нет упора? Цена Speedway 5 на момент съемок в районе 92 тысяч рублей В пределах этой стоимости из полноприводных электросамокатов Можно взять Kuga G Booster, Ultron T11, Zero 10X И большинство из этих самокатов, хоть и не имеет столь эпичных световых приборов Не особо отстают от него по параметрам При гораздо меньшей стоимости Так что решайте, стоит ли переплачивать за красивый дизайн и известный бренд И не забывайте, что при покупке мощного электросамоката в магазине гироскутершоп.ру Гидроизоляцию вы получаете в подарок С вами был Роман, эксперт по электротранспорту Спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Впереди еще очень много интересного О да! Субтитры сделал DimaTorzok